Приветствую тебя во второй части первого урока. И сейчас мы поговорим о взаимодействии организма с внешней средой. Давай представим это тоже графически, чтобы у тебя в памяти это отложилось. Смотри, есть ты или есть твой клиент. Вот он находится здесь. Буква К. Этот клиент вполне устаившаяся личность. Он человек, у него работают печень, мозги и желудок. И каждый день он что-то делает. Он делает это где-то. Неважно, какое это пространство, работа или дом, это внешняя среда. Внешняя среда подразумевает взаимодействие или получение через органы чувств информации. Информация приходит из внешней среды в тело. Информация. Но откуда мы знаем, что она приходит? С чего вообще взяли, что какая-то информация откуда-то приходит? Кстати, какая бывает информация? Подумай сам. Толчок в тело – это информация. Свет солнца – это информация. Разговор с человеком – это информация. Поглощение пищи – это информация. Все это информация об окружающей действительности. А считываем мы ее через органы чувств. Через различные, причем есть органы чувств, которые наукой отвергаются. Информация пришла, и она должна с чем-то считаться. Так вот, считывается она рецепторным полем определенного характера. Что это значит? Рецепторное поле – это совокупность рецепторов того или иного участка тела, который ответственен за восприятие конкретной информации. Глаза – это свет. Уровень освущенности, дальность предметов, близость предметов, которые расположены к человеку. Это слух, звуковые волны. Это ощущение, в том числе холода. Есть ощущение более тонкого характера, когда на больших расстояниях что-то чувствует человек. Объяснять этого не буду. Ученый метод отвергается. То есть информация пришла и попала на рецептор. Попала на рецептор. Что должен сделать рецептор? Он должен ее принять и передать. Передает он это через проводящие пути. Проводящий путь. Проводящие пути находятся в нервном волокне. Нервное волокно, да, оно имеет множество проводящих путей для различных рецепторов, которые воспринимают разную информацию. Допустим, только с кожи, с одного участка по проводящим путям разной толщины в одном нервном волокне могут проходить. И болевые, и тепловые, и хладовые, и рецепция давления, да, такие сигналы, то есть разные. Через нервное волокно. Дальше информация через нервное волокно, которое перекодировано рецептором, перекодировано в понятный для нервной системы импульс. То есть, если взять, допустим, парсимпатическую нервную систему, когда приходит информация о чем-либо, в виде электрического сигнала в синапсической щели выделяется нейромедиатор. То есть кодируется электрическая информация в химическую. Надеюсь, ты понял. Дальше информация попадает в определенные отделы, где она дифференцируется, куда ей идти дальше. Первое – это сегментарный уровень, сегменты. Сегменты – это участки спинного мозга. Там информация переходит либо по проводящим путям, либо на свою сторону, на правую или на левую, либо на противоположную. И в дальнейшем она идет куда? Все правильно. Она идет в мозг. Но в мозге, если брать взрослого и младенца, существует некая разница. Вот попадая в мозг, информация через такую единицу, как таламус, распределяется в определенные зоны мозга. Какая зона мозга будет реагировать на тот или иной стимул? Вот на всех этих участках информация кодируется. Кодируется в понятный для следующей системы импульс. Это может быть химические, электрические импульсы и так далее. И уже потом информация попадает либо вправо, либо в левое полушарие. Казалось бы, взаимодействие с внешней средой закончилось. Но нет. Вот здесь принимается решение. Решение о чем? Как себя повести в конкретном случае, где раздражается определенный рецептор? Большую часть этих ответов вы не осознаете, никогда не осознавали и не будете никогда осознавать. Почему? Потому что вам завтра на работу. Человек идет, на него светит солнце, светит, да и ладно. Как регулировать температуру тела? Как дышать? Сколько воды выделять? Какой состав крови у меня там сейчас есть? Вы ничего этого не знаете. Но если на вас бежит собака, вы смело делаете определенное действие. Либо вы убегаете от собаки, либо вы нападаете на собаку. Ну, таков механизм защиты, да? Либо можете притвориться мертвым. Вот это осознанно принятое решение, и оно реализовано через действие. Результат ответа на воздействие внешней среды через воспринятие зрительным своим анализатором определенных событий. Соответственно, где может нарушаться взаимодействие с внешней средой? Ну, первое – это здесь. То есть, нарушено или искажено восприятие. Один из примеров – это техника PDTR, которой я тоже работаю, которой я тоже владею. Она работает через рецепторы. Болевые, холодовые, тепловые, различного рода. Там, рецепторы давления на органы. То есть, если в какой-то момент жизни человека повредилось, рецепторное поле определенного участка тела, то рецептор искажено воспринимает информацию от внешней среды. Так как мы находимся на курсе энергопсихологии, как тебе такой пример? Представим, что по телевизору идет какое-то событие. Ну, возможно, это событие о смерти каких-то людей где-то. Да? Ты смотришь это, начинаешь переживать и думаешь об этом постоянно. А потом у тебя начинает болеть спина. Представляешь, такое тоже бывает. Так вот, на самом деле, это неправильная обработка информации. То есть, информация пришла правильно. Ты ее услышал, ты ее увидел. Да, где-то умерли люди. Но, отождествляя себя с тем происшествием, ты неправильно обрабатываешь информацию. А вот представим, что ты… Есть такое выражение в народе «слышу звон, да не знаю, где он». Так вот, это об искаженной информации, где рецептивное поле неправильно приняло информацию и выдало неправильный ответ телом. Ну, много таких случаев, я не буду приводить примеры. Вот ты примерно понял, о чем я говорю. Так вот, работать можно на рецептивном поле. Убирая нарушения рецепторов, мы получаем более качественную информацию. Дальше информация поступает в сегмент спинного мозга, и там обрабатывается через определенные рефлекторные дуги. Представим, что вам сделали эпидуральную анестезию во время родовой деятельности и ввели в спинной мозг, ну, безбаливающее даже, будем так говорить, и безбаливающее. То есть, нервная система не видит, что происходит в матке в тот момент, когда она просто обязана это видеть. И тело переходит на собственные регуляторные механизмы родовой деятельности. А в последующем у человека возникают болевые синдромы или проблемы с маткой, различные там отеки, кисты, миомы и так далее. Это неправильная обработка информации в сегментарном уровне в виде повреждения. Когда информация поступает в мозг, она распределяется таламусом. Есть несколько отделов мозга, но мы возьмем общий концепт, да, она пришла в мозг, в ретикулярную формацию или в мост. И там принимается большая часть автономных решений, о которых ты даже не задумываешься. То есть, это ответы рефлекторного характера. Положил руку на горячую печку раскалённую, одёгнул руку сразу. Вряд ли ты обрабатывал эту информацию дня два-три, согласись. То есть, произошло действие сразу. Обработалось оно в мозге, в рептильном мозге. Если там есть повреждения, а такое бывает при различных родовых травмах, то есть, повреждается участок мозга, и тело перестаёт чувствовать температурный раздражитель. Это может происходить как на уровне сегмента, так и на уровне подолговатого мозга. Таламус не может распределить эту информацию в кору. Почему? Потому что до него информация не дошла. А если бы она дошла, то кора приняла бы решение для более оптимального энергосберегающего действия. Ну, допустим, таким примером может являться следующее. Ты идёшь по дороге, на тебя едет машина с большой скоростью. То есть, ты должен в определённое время определить, с какой скоростью едет машина, успеет ли она остановиться, куда тебе отпрыгнуть. Так вот, если ты сделаешь рефлекторное действие, которое реализуется в продолговатом мозге, это всего три действия. Притвориться мёртвым, бежать или напасть. И если информация по долговатому мозгу через таламус распределилась в кору, ты можешь придумать тысячу других действий, которые будут оптимальными. Например, лечь, а не притвориться мёртвым. То есть, когда твои мышцы работают оптимально, и ты принял решение лечь под машину, чтобы она проехала над тобой. Это работа уже высоких центральных механизмов регуляторных. Так вот, а если у тебя не работают мозги, что ты будешь делать? Ты будешь жить вот на этом уровне, на примитивном, эффективном уровне. Соответственно, если информация нарушается здесь, то нужно работать на черепной коробке, на уровне обеспечения работы продолговатого мозга. Возможно, это лимфатическая система, система ликвродинамики, возможно, кровеносная система. На уровне мозга это работа с центрами мозга. Если ты обращал внимание на какие-то картинки нейрологические, ты знаешь, что в мозге есть определённые участки, которые отвечают за определённые моторные действия. Там рука, нога, голова. И при повреждении черепа очень часто, при порезах это видно, когда человек не может контролировать одну руку. Она у него работает как-то. Но мы сталкиваемся с такими детьми, людьми, и поэтому я знаю. Так вот, информация проходит большой путь, и на каждом участке она кодируется в определённый импульс, может быть химический, может быть электрический. И обратно во внешнюю среду, возьмём вот так, идёт ответная реакция. Это и есть адаптация. Адаптация к воздействию внешней среды и взаимодействие с внешней средой. Если на каком-то из этих уровней произошёл сбой, ты не можешь адаптироваться к внешней среде, и у тебя возникает, правильно, нездоровье. А ещё хуже – болезнь. Мы с тобой будем работать на уровне обработки информации нервной системы. То есть я не буду пока тебя учить работать с рецепторами, с сегментами, с проводящими путями. Почему? Потому что если у тебя проводящий путь здесь перерублен топором, что ты сделаешь? Зачем лечить обработку информации в том месте, куда сигнал не проходит? Ну, это глупость, согласись. Поэтому работать нужно на тех участках, откуда идёт информация, настраивать их, и тело само всё уберёт. Мы с тобой работаем на уровне обработки информации, продолговатый мозг, таламус и кора больших полушарий. Так вот, у меня очень много случаев с болевыми синдромами психологического генеза. Что это значит? Пример такой. Пришла женщина, две недели сильно болит спина. А что случилось две недели назад? А две недели назад умерла мама. То есть из-за события, которое воспринялось рецептивным полем человека, прошло через проводящие пути, минуя спиной мозг, пришло в головной мозг и неправильно обработалось. Тело выдало результате действия в виде болевого синдрома, то есть нескоординированной работы мышечного и связочного аппарата. Это и называется психосоматикой, да. Поэтому теперь ты понимаешь, где работать и где будем работать мы. У тебя еще долгий путь для обучения. Переходи к следующим урокам, там будет уже более интересно практически.